Несколько месяцев нейтральный Китай наблюдает, как санкции Запада и Европы крошат экономику Российской Федерации, при этом пытается уменьшить свою зависимость от американского доллара на мировом рынке. В 2015 году государство запустило свою национальную систему банковских переводов чипс. И чтобы продвигать её, используют ослабленную санкциями Россию. Например, как сообщает издание Bloomberg, в марте Китай заплатил РФ за нефть и уголь в своей национальной валюте – юанях. По словам трейдеров, это будут первые поставки товаров, оплачиваемые в юанях с тех пор, как США и Европа наказали Россию и отключили несколько банков от международной финансовой системы. Из статьи Bloomberg со ссылкой на заявление китайской компании FNV Energy Information Service Co. Китай закупает у Саудовской Аравии примерно 25% от общего объёма экспортируемой страной нефти. 50 лет страна платила за сырьё в долларах. Сейчас государство договаривается между собой об оплате товара в юанях. Для реального укрепления валюты Пекину не хватает привлекательности юаней на мировом рынке. В современном мире Китай не может обеспечить необходимые темпы роста экономики без связи с глобальным миром. Несмотря на дружественные отношения Москвы и Пекина, Си Цзепинь не спешит помогать Российской Федерации в её попытках захватить Украину. Западные санкции точно не пойдут экономике страны на пользу. Даже в торговле товарами двойного назначения Китай очень аккуратен и даже этого он как бы не делает. То есть, скорее всего, да, есть определённые контакты и поддержка, но на уровне неофициальных структур Китая. Грубо говоря, контрабандисты, они боятся реально санкционного давления со стороны Европы. На фоне вторжения России в суверенное государство Пекину пришлось забыть о планах захватить остров Тайвань. Война в Европе – не лучшее для Китая время, чтобы развязывать ещё одну войну в Азии. Китай может продолжать и дальше реализовывать концепцию своей мягкой силы. То есть, это вопрос экономики, это вопрос предоставления кредитам, формирования дружественных государств за счёт посадки их на вот этот вот крючок экономический именно, денежный, финансовый. На днях глава КНР Сидзипинь записал обращение к жителям Азии. Он призвал к миру на континенте и сплочённости. Но Европа и Запад ожидают от него как крупнейшего мирового игрока более твёрдой и чёткой позиции. Галина Петришак, специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.